Эту встречу ждали с особым нетерпением. За одним столом собрали тех, от кого напрямую зависят цены на продукты. Торговые сети, сельхозпроизводители, переработчики и оптовики. Лицом к лицу. Извечный спор, кто в этой цепочке больше всех влияет на цены. Но сейчас не время показывать друг на друга пальцем, задает тон разговора губернатор. Главное – сдержать рост стоимости на социально важные продукты. И тут уж следить будут за всеми, кто участвует в ценообразовании. Цены всегда на контроль, и особенно социальных, значимых продуктов. И меры, которые мы сюда применяли, они были достаточно эффективны. Однако, недавние проверки генеральной прокуратуры показали, что ситуация не совсем однозначная по территории края. По отдельным позициям товаров выявлен рост до 30%. Это, конечно, недопустимо. В первую очередь, внимание на торговые сети. Если продавцы продолжат накручивать цены, список социально значимых продуктов может быть расширен. Сейчас в этот список входят 7 продуктов. От подсолнечного масла и молока до хлеба. Александр Ткачев создание этого перечня поддержал еще 8 лет назад. В этом году контролировать наценки в торговых сетях глава региона предлагает еще по 6 позициям. Замороженная курица, сахар, соль, мука, рис и гречка. Торговая наценка на эти продукты тоже не сможет превышать 10%. Со своей стороны, крупнейший ритейлер страны, торговая сеть «Магнит», пообещала заморозить цены в краевых магазинах даже на большее количество продуктов. Мы четко понимаем, как сейчас тяжело народу, Александр Николаевич. Поэтому нами принято решение сейчас заморозить цены на 20 видов продукции, плюс зафиксировать наценку на хлеб и не двигать ее ни с чем. Цена дальше растет. Чтобы она не была выше 10%, пожалуйста. Возможно, быть ниже, но не выше. Менять свой подход и зарабатывать на больших объемах продаж, чем на большей цене готовы и в одной из крупнейших федеральных оптовых сетей, работающих в крае. На несколько месяцев здесь тоже заморозят собственные наценки. Буквально в пятницу руководством нашей компании было принято решение о замораживании цен на все социально значимые артикулы. Вот как раз тут перечень, который здесь есть, помеченный красным, мы замораживаем на них цены на два месяца, 13 апреля 2015 года. Работать над понижением цены нужно не только заморозкой торговых надбавок, но и территориальным планированием в подборе поставщиков, говорит губернатор. Тем более в крае для этого есть все возможности. Большинство продуктов получают здесь же, на кубанской земле. Понятно, что издержки меньше как минимум на логистику, а значит себестоимость и цена будут ниже. У меня есть информация, что на отдельный продукт у вас повышение до 45%. Это имеет место? При проведении анализа в нашей сети в одном из магазинов была выявлена, ну возможно, высокая наценка, но это связано с некорректно предоставленными данными. То есть вы поправили ситуацию? Поправили, да, ситуацию. Смотрите. Так мы будем внимательно следить по завышению цен и так далее, имейте ввиду. Чтобы понимали, да, все присутствующие, все те, кто будет поддерживать наших, отечественных, кубанских товаропроизводителей, значит там будут и более лучшие преференции и поддержка. А значит и мы будем в том числе способствовать развитию тех и иных сетей у нас в крае. Поэтому передайте своему высокому руководству, что все должны подстраиваться под тот ценой образований, которое сложилось на рынке края. Договорились? Местные производители тут же говорят, готовы поставлять много качественной продукции. Причем из разряда тех товаров, которые исчезли с прилавков после введения санкций. За это время вышли на объемы, позволяющие расширить сеть поставок. Главное, чтобы условия для вхождения в магазины были приемлемыми. По импортозамещению, ну если мы когда-то делали одну тонну в месяц сыра с плесенью, то сегодня мы его делаем 30 тонн. Спрос очень большой. Но мы рассчитываем где-то на 2 тонны в сутки. Это 60 тонн только сыра с зеленой плесенью в месяц. И тона белого сыра с плесенью. То, что сегодня происходит на потребительском рынке, сложно назвать форс-мажорными обстоятельствами из-за продуктового эмбарго, сходится во мнении специалисты. Уже сейчас прилавки постепенно заполняются местными товарами. Да и экономическая ситуация в длинной пищевой цепочке. Производитель, перекупщик, переработчик, поставщик. На Кубани далека от критичной, считают аналитики. Поэтому необоснованное повышение цен на продукты в регионе постоянно будет в зоне контроля. Я обращаюсь ко всем сетям, но не злоупотребляйте, коллеги. Не надо злить народ. И здесь мы должны быть единой командой. Мы имеем издержки, но убытки не такие весомые, как нам предрекали и так далее. И январь месяц – это самый сложный месяц, по большому счету. Он прошел относительно неплохо. Это говорит о том, что у нас работающая экономика. И у нас нет больших снижений производственных показателей, снижения производительности труда. Мы идем достаточно успешно по сравнению с другими территориями. Нам предстоит большая и серьезная работа. Хочу подчеркнуть, каждый несет персональную ответственность за результат. И очень надеюсь, что мы друг друга, как всегда, понимаем, слышим и разделяем общие взгляды. Другого быть и не может.